Вера вечна, Вера славна, Наша вера, православная... Житие преподобного оптинского старца Анатолия Потапова. Преподобный богоносный отец наш Анатолий, в миру Александр Алексеевич Потапов, родился 15 февраля 1855 года в Москве, в старинной купеческой семье. Родителями был воспитан в благочестии и страхе Божием. Еще с ранних лет в сердце его возгорелось желание всецело посвятить свою жизнь Богу и стать монахом. Однако мать пожелала, чтобы он прибыл с нею до ее кончины. Старец Анатолий исполнил заповедь о почитании родителей, положив таким образом еще в миру начало исполнения главного монашеского обета – послушания. Закончив уездное училище, Александр занимался торговлей, служил приказчиком в Калуге. 15 февраля 1885 года, когда ему было уже 30 лет, пришел он в Оптину пустынь. Вскоре брата Александра благословили быть келейником у старца Амвросия. Послушник Александр стал свидетелем духовных подвигов и старческого служения великого старца в последние годы его земной жизни. И как свеча от свечи получает пламя, так и он принял благодать старчества от преподобного Амвросия. 23 апреля 1888 года послушник Александр был пострижен в Ресофор. Еще будучи келейником старца, преподобный Анатолий уже проявлял благодатные дары прозорливости и любви, имел необыкновенную доброту и все переносил с благодушием. После блаженной кончины старца Амвросия 10 октября 1891 года отец Александр был определен келейником к его преемнику, скитоначальнику, преподобному Иосифу. 3 июня 1895 года инок Александр был пострижен в мантию с именем Анатолий. Через год он был рукоположен в сан Иродиакона. Уже в то время к нему обращались многие за советами, как к старцу. В начале 1900 года отец Анатолий, еще не имея священнического сана, уже становится общепризнанным старцем. В сан Ира монаха он был рукоположен в 1906 году и назначен духовником Шамарадинской обители. Число приходивших к старцу Анатолию было так велико, что преподобный переселился из скита в монастырь, где принимал народ во Владимирском храме без ограничения. Даже в часы, когда в монастыре наступал покой и монахи расходились по кельям, около Владимирского храма оставался народ. К старцу обращались и священники, и военные, и дворяне, и интеллигенция, и учащаяся молодежь. Но более всего было простых крестьян, поэтому он считался народным старцем. С юных лет впитал преподобный дух оптинского подвижничества, напряженное бодрствование духа, делание молитвы Иисусовой, строгий аскетизм, а с другой стороны, простое, искреннее отношение к братьям, посетителям, ко всем нуждающимся. Всех посетителей более всего поражала незнающая границ, любвеобильность старца, воспринимавшаяся как настоящее чудо. Исповедь у старца обновляла и возрождала. В нем ясно чувствовались дух и сила первых великих оптинских старцев. Своим смирением и подвигом любви к ближнему преподобный стяжал один из великих даров Духа Святого, дар утешения, который обильно изливался на всех приходящих к нему. Старец Анатолий имел сердце милующее. Он словно орошал приходивших дождем благодати. Близость к нему сама по себе утешала. Всякий, приходящий к нему, испытывал счастье попасть как бы под золотой благодатный дождь. Само приближение человека к этому старцу уже как бы давало чудесную возможность очищения и утешения. Православный народ так и называл старца Анатолия «утешителем». Пасхальная радость и особое оптинское веселье светилось во всем облике преподобного. Полагая душу свою за овцы своя, Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 11, старец Анатолий без отдыха принимал народ в течение всего дня до глубокой ночи. Только за полночь он становился на келейную молитву. На сон оставалось не более двух часов. От молитвенных бдений и стояний у преподобного Анатолия развелась болезнь ног. От многих земных поклонов он страдал грыжей, отчего в последние годы принимал исповедь, сидя на маленькой скамеечке. На исповеди старец не оставлял на душе кающегося даже самых малых грехов и не разрешал, если видел нераскаянным даже малый помысел. Наставления же после исповеди поражали точностью и прозорливостью. Все отходили успокоенные, умиротворенные, утешенные. Многочисленные рассказы о случаях прозорливости старца. Полюбивших друг друга юношу и девушку, он никак не благословлял вступать в брак. Когда они уже в третий раз приехали к преподобному и, упав ему в ноги, просили благословения, он сказал «Ну ладно, венчайтесь, и вот вам мой подарок». Преподобный подал им полотенца, на одном конце которого была праздничная вышивка, обвенчались, пошли дети, но тут неожиданно пришло горе. Чахотка в раз унесла жизнь мужа и осталась молодая вдова с сиротами, всю жизнь маялась. Как и все старцы, он имел великий дар исцелений, но совершал их прикровенно, посылая болящих, как правило, на источник преподобного Пафнутия или на могилку старца Амбросия. Одна сельская учительница рассказывала. «Однажды послал батюшка со мной, моему брату, грушу. Приезжаю, а брат очень болен. Доктор сказал, что на исцеление надежды мало. Грушу он стал въесть по маленькому кусочку и стал поправляться, а вскоре и совсем выздоровел. Исцеляющая сила исходила даже от одежды преподобного. Та же духовная дочь свидетельствовала, что исцелилась от простуды, укрывшись подаренным батюшкой подрясником. В своих духовных беседах и наставлениях старец всегда указывал на корень всех человеческих бед – гордость, открывая, как подчас тонко она себя проявляет, и как только смирением можно обрести покой и духовную радость даже в страданиях. О молитве Иисусовой старец учил так. «Просто, от души, взывай ко Господу. За простоту Господь пошлет сердечную молитву». Любимыми словами его при наставлении чад своих были великодушие и кротость. В своем старческом служении преподобные старцы Анатолий и Нектарий были сотаяниками. Между ними существовала глубокая духовная связь. Часто старцы посылали друг другу, приходивших к ним людей, на благословения и наставления. Старец Анатолий говорил о старце Нектарии. «Он великий муж. Старец же Нектарий, а старца Анатолий – я кормлю лишь крохами одними, а батюшка Анатолий – целым хлебом». Преподобному определено было стать свидетелем исполнения грозных пророчеств оптинских старцев, встретить и пережить все бедствия и революционные смуты, военного времени и безбожия. Шел 1917 год. Со стороны новых властей начались гонения на монахов. Вскоре после закрытия Оптиной последовал арест старца. Его повезли в Калугу, но в дороге он сильно занемог. Его сдали в тифозную больницу, обрили волосы и бороду. Он принимал все благодушно и терпеливо, молясь за врагов. Через неделю его отпустили. Братья и старцы терпели голод и холод, и не хватало хлеба и дров. Батюшка был очень слаб, но молитвенное правило не опускал. В 1921 году он принял схему и немного окреп. Вновь начал принимать и утешать народ. Учил «Живи просто, по совести. Помни всегда, что Господь видит, а на остальное не обращай внимания». 29 июля 1922 года в монастырь нагрянула чрезвычайная комиссия. Старца долго допрашивали, хотели увезти. Он смиренно попросил отсрочить арест на один день, чтобы приготовиться в путь. Чекисты согласились, приказав келейнику к завтрашнему утру приготовить старца к отъезду. Старец уединился у себя в келии. Под утро келейник поспешил к фельдшеру, так как старец сильно ослабел. Когда он возвратился, старец уже был мертв, придав в молитве свою душу Богу. На утро приехала комиссия. Вышли из машины. Старец готов? Да, готов, ответил отец Варнава и открыл дверь в келью, посреди которой уже стоял гроб с телом почившего старца. Так Господь чудно призвал к себе своего верного раба в ночь на 30 июля по старому стилю или 12 августа по новому стилю 1922 года. Честна пред Господем смерть преподобных Его. Псалом 115, стих 6. Положись на волю Господню, и Господь не посрамит тебя. «Пред кончиной своей будешь благодарить Бога не за радость и счастье, а за горе и страдания, и чем больше их было в твоей жизни, тем легче будешь умирать, тем легче будет возноситься душа твоя к Богу». Так учил своих чад преподобный Анатолий и жизнью своей, и блаженной кончиной. По свидетельству очевидцев, могила преподобного Анатолия в течение нескольких дней после погребения благоухала неизреченными ароматами. Ныне, получив упокоение от трудов и скорбей, предстоит преподобный Отец наш Анатолий с сонмом святых перед престолом Божиим, своими молитвами умоляя Господа о неспослании нам грешным, прощении грехов и богатые милости. Преподобный Анатолий Оптинский Чадо мое, знай, что в последние дни, как говорит апостол, наступят времена тяжкие. И вот, вследствие оскудения благочестия, пойдут в церкви ереси и расколы. И не будет тогда, как предсказывали святые отцы, на престолах святительских и в монастырях людей опытных и искусных в духовной брани. От этого ереси будут распространяться всюду и прельщать многих. Враг рода человеческого действовать будет с хитростью, чтобы склонить к ереси и избранных. Он не станет грубо отвергать догматы о Святой Троице, о Божестве Иисуса Христа, о Богородице, а незаметно станет искажать, переданные святыми отцами и от святаго духа учения церкви, сами его дух и уставы. И эти ухищрения врага заметят только немногие, наиболее искусные в духовной жизни. Еретики возьмут власть над церковью, всюду будут ставить своих слуг. И благочестие будет в пренебрежении. Но Господь не оставит своих рабов без защиты и в неведении. Он сказал, по плодам их узнаете их. Вот и ты, по действиям еретиков, старайся отличить их от истинных пастырей. Это духовные тати, расхищающие духовные стадо. И войдут они во двор овчий, церковь, прилазя инуде, как сказал Господь. То есть войдут путем незаконным, употребляя насилие и попирая Божьи уставы. Господь именует их разбойниками. Действительно, первым шагом их будет гонение на истинных пастырей, заточение их ссылка. Ибо без этого нельзя им расхитить овец. Посему, сын мой, когда увидишь разрушение божественного чина церкви, отеческого предания и установленного Богом порядка, зная, что еретики уже появились, хотя, может быть, и будут по временам скрывать свое нечестие, и будут искажать веру незаметно, чтобы еще более успеть, прельщая и завлекая неопытных в сети. Гонение будет не только на пастырей, но и на всех рабов Божиих. Ибо бес, руководящий ересью, не терпит благочестия. Узнавайся их волков в овечьей шкуре по их горделивому нраву, сластолюбию и властолюбию. Это будут и клеветники, и предатели, сеющие вражду и злобу. Истинные рабы Божии смиренны, братолюбивы и церкви послушны. Большое притеснение будет от еретиков и монахам. И монашеская жизнь будет тогда в поношении. Оскудеют обители, сократятся иноки. А те, которые останутся, будут терпеть насилие. Однако ненавистники монашеской жизни, имеющие только вид благочестия, будут стараться склонить иноков на свою сторону, обещая им покровительство и житейские блага, непокорным угрожая изгнанием. От всех угроз будет у малодушных тогда большое уныние. Но ты, сын мой, если доживешь до этого времени, радуйся. Ибо тогда право верующие, но не показавшие других добродетелей, будут получать венцы за одно стояние в вере. По слову Господа, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцем моим небесным. Бойся Господа Бога, сын мой, бойся потерять уготованный венец, бойся быть отторгнутым от Христа во тьму кромешную и муку вечную. Мужественно стой в вере православия, и если нужно, с радостью терпи изгнание и другие скорби, ибо с тобою будет Господь и святые мученики и исповедники. Они с радостью будут взирать на твой подвиг. Но горе будет в те дни монахам, кои обзавелись имуществом и богатством, и ради любви к покою готовы будут подчиниться еретикам. Они будут исыплять свою совесть, говоря, если мы охраним и спасем обитель, Господь нас простит. «Несчастные и ослепленные не помышляют о том, что с ересью войдет в обитель бес, и будет она тогда уже не святой обителью, а простыми стенами, откуда отступит благодать». Но Бог сильнее врага и никогда не покинет своих рабов, и истинные монастыри будут пребывать до скончания века. Только избирать будут для этого пустынные и уединенные места. Не бойся же скорбей, а бойся пагубной ереси, ибо она обнажит человека от благодати и разлучится Христом. Потому повелел Господь считать еретика за язычника и мотаря. «Итак, укрепляйся, Сын мой, благодати Иисусом Христом, с радостью спеши к подвигам исповедничества и переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа, рекшего. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Ему же со Отцем и Святым Духом честь, слава и держава во веки веков». Молитва от Антихриста преподобного Анатолия Оптинского, Потапова «Избавим я, Господи, от обольщения близ грядущего, богомерзкого и злохитрого Антихриста и укрымя от коварных сетей Его в сокровенной пустыне Твоего спасения. Дашь мне, Господи, крепость и мужество, твердого исповедания имени Твоего Святаго, да не отступлю страха ради дьявольского, да не отрекусь я от Тебе, Спасителя и Искупителя моего, от святые Твоей от Церкви. Но дашь мне, Господи, плачь и слезы о гресях моих, «И пощади мя, Господи, в час страшного суда Твоего. Аминь». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok